Audient продолжает нас радовать день ото дня. Не так давно вышла обновлённая линейка их внешних аудиоинтерфейсов. Младшая модель ID.4 и старшая модель ID.14 теперь есть во втором воплощении. Сегодня мы рассмотрим только ID.4, но будьте уверены, что подробный обзор на ID.14 вы также сможете найти на нашем YouTube-канале. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал Давай запишем. Здесь мы с вами говорим про аудио. Давайте рассмотрим эту карточку, поговорим о ней, а попутно я буду делать акценты на нововведениях второй версии. Итак, Audient ID.4 MK2. Это по-прежнему аудиоинтерфейс на два канала по входу с достаточно интересной начинкой. Не секрет, что аудиоин знамениты своими студийными консолями, и как раз-таки начинка из этих самых студийных консолей перекочевала вот в эту самую коробочку. И у нас с вами появилась возможность прикоснуться к тому самому звуку. Я в первую очередь говорю о предусилителе с консолей Audient, который установлен вот здесь. Я не буду описывать вот эту, знаете, ламповость, аналоговость этого предусилителя, потому что зачем лишний раз говорить, если вы всё прекрасно слышите своими ушами. Для записи звука мы используем этот аудиоинтерфейс, мы используем петличный микрофон, на него подаём 48 вольт. Фантомка здесь есть, поэтому можно будет работать как с динамическими, так и с конденсаторными микрофонами, например, с петличками, которым нужно 48 вольт. Усиление, которое выставлено у нас, вы видите своими глазами. Кстати, гитарное усиление можно убрать, оно нам не нужно. Следует всё-таки отметить несколько особенностей этого преампа. Во-первых, он малошумный, то есть технические шумы вы, скорее всего, даже не услышите. Это преамп А-класса, и он даёт 58 дБ в максимальном положении, то есть если мы сюда подключим какие-нибудь динамические дикторские микрофоны, то эта штука, скорее всего, с таким микрофоном справится, которому, казалось бы, нужно достаточно много усиления. Теперь давайте послушаем работу динамического микрофона вместе с преампами этой звуковой карты. Не секрет, что каждый новый преамп по-разному красит звук, и особенно это раскрывается на динамическом микрофоне. Это обычный ручной микрофон, это AC V7, это не совсем дикторский микрофон, но всё равно для него требуется больше усиления, чем для кондёра, звучит он иначе, и по сути это наш с вами референс, на который мы будем ориентироваться, поэтому динамический микрофон вместе с этой картой звучит следующим образом. Второй канал у нас инструментальный на полевых транзисторах, он способен собой имитировать входной каскад лампового усилителя. Звучит достаточно интересно, и на самом деле не только на словах, но и на деле. Если мы говорим о линейных источниках, то стоит вернуться к первому каналу, поскольку там у нас установлен комбинированный разъём, можно подключить не только микрофоны, но и линейные источники. Но опять же, вернёмся обратно к инструментальному входу, подключим сюда электрогитару и послушаем что-нибудь с басом. Как всегда, будем сначала слушать необработанный, сухой звук, а потом пропустим всё это записанное дело через какую-нибудь эмуляцию гитарного кабинета и усилителя, ну и послушаем, как можно записывать гитару, используя вот эту самую карту. Субтитры создавал DimaTorzok Огрядим карточку в общем и целом, потому что вторая инкарнация ID.4 получила такую интересную нуарную расцветку. Но на самом деле основные органы управления здесь остались неизменными. У нас есть усиление для первого микрофонного и линейного, и второго гитарного-инструментального, потому что сюда можно подключить бас или акустическую гитару, что мы сделаем чуть позже, канала. Эти усилители независимы. У нас есть крутилка, соотношение, вот этот баланс между сигналом по входу и сигналом с вашей рабочей станции или с компьютера. Это мониторинг, прямой аппаратный мониторинг без какой-либо задержки. То есть вот этот звук вы будете слышать у себя в наушниках, которые подключены сюда. Опять же, есть энкодер, с помощью которого мы можем управлять громкостью, и есть специализированные кнопки для настройки мониторинга. Здесь есть несколько функций мониторинга, которые очень удобные. Это DIMM, диммирование или, наверное, аттенуатор по мастеру, его правильно так можно будет по-русски назвать. Эта штука, которая даёт фиксированное послабление на 15 дБ при одном нажатии энкодера, то есть вы можете мониторить сразу на нескольких громкостях. Это очень поможет, если вы занимаетесь сведениями и хотите, чтобы ваш микс звучал как на большой громкости, так и на чем-то потише. Здесь можно задавать мониторинг в моно или стерео. Причём это сделано достаточно интересно, я такое особо нигде не видел. Мы зажимаем вот эти две кнопочки и начинаем крутить вот эту историю. Видите, тут расходятся лампочки в разные стороны, вот они снова вместе. Таким образом мы можем либо раскинуть два канала по стерео, либо соединить их вместе в моно посередине. У вас в наушниках это всё будет звучать тоже достаточно интересно. Есть функция, которая называется scroll control, и я в прошлом обзоре тоже очень радовался этой функции, прям как ребёнок. И сегодня, позвольте мне тоже порадоваться, мы нажимаем кнопочку ID. И теперь вот этой крутилкой мы можем пользоваться для задачи автоматизации, для задачи каких-то функций, смены параметров в ваших плагинах. И ко всему прочему с помощью неё мы можем перекручивать, листать, например, какие-нибудь сайты в браузере. Это тоже достаточно интересно и это полезно. Но, конечно же, в первую очередь этой штукой удобнее всего прописывать автоматизации в ваших проектах. Каналы на выход. Здесь мы имеем их воплощение в виде стереолинейного выхода для подключения громких мониторов сзади карты. И спереди карты у нас расположилось два разъёма. По звуку они полностью дублируют всё то, что происходит на задних разъёмах. Но разъёмы спереди у нас созданы для подключения наушников. Если обратить внимание снова на заднюю часть, то разъём USB сменился с Type-B на Type-C. И причём эта смена не только внешняя, но и внутренняя карточка теперь работает на третьей версии этой замечательной шины. Такое изменение, такая перемена лично для меня характерна двумя вещами. Во-первых, всё-таки разъём, он более унифицированный. И это здорово, всё приходит к одному разъёму в последнее время. Это просто замечательно, я это просто обожаю. Во-вторых, это, конечно же, скорости, потому что не секрет, что USB 3 быстрее, чем USB 2. И это прямым образом влияет на задержку, которую мы с вами получаем на самой записи. К примеру, мы вот писали с вами давеча электрогитару, если вы всё это делаете в загруженном проекте, если вы при этом хотите слышать гитару не просто чистую, как вот здесь, через аппаратный мониторинг, а пропущенную через эмуляцию усилителя, кабинета, с реверком, возможно, с дилейчиком небольшим, то это, конечно же, нагружает компьютер, нагружает карту. И параметры задержки, которые мы, кстати, замерили, и именно сейчас увидите на своих экранах то, что мы с вами замерили в специальной программе, он непосредственно влияет на ту самую задержку, которую вы либо будете ощущать при игре, либо не будете. Если говорить о флагмане чего-то настольного от всё тех же самых Odeon, то стоит вспомнить об ID44. Флагману флагманский обвес, и не секрет, что оригинальная ID4 первой ревизии заметно уступала по своим внутренностям ID44, в частности, по преобразователям. Здесь мы имеем вариант поинтереснее, уже обновленная версия, сюда завезли новые преобразователи, которые вплотную приблизились к результатам, которые выдаёт ID44. По цифрам это 24 бит на 96 килогерц. Управление и драйвер. Стоит упомянуть, что у ID4 нету своей контрольной панели, и всё управление мы найдём с вами смену буфера и задачу частоты дискретизации. Ну и, конечно же, специальный отдельный микшер под loopback. Да, loopback здесь есть, и о нём стоит поговорить. Что это за функция? Ну для новичков, кто недавно с нами. Loopback как бы позволяет нам взять выход карты и засунуть его обратно во вход, только без использования проводов, а виртуально. Достаточно интересная функция, она поможет в стримах, она поможет в записях. Допустим, можно соединять сразу звук вашего компьютера и звук, происходящего у вас на входных каналах. Можно сюда запихивать скайпы, можно запихивать дискорды, можно запихивать звук из YouTube. В общем, всё, что у вас звучит в компьютере. Опять же, loopback можно пользоваться не только на живых трансляциях, но и во время записи. Для этого отдельно вы найдёте два канала с закольцовкой, которые можно использовать для записи всего происходящего на компьютере в цифровую рабочую станцию. Управление loopback вынесено в отдельное окно. Это виртуальный микшер, в котором мы можем смешивать звук с каналов по входу со звуком из вашего компьютера. Заметьте, что есть дополнительный loopback-канал, который мы можем выставить как устройство для воспроизведения по умолчанию. К примеру, в отдельной программе, чтобы избежать образования обратной связи, если ручка соотношения мониторинга у вас не выставлена максимально, в левое положение. Ещё одна особенность, которая осталась с первой ревизии вот этих самых карт, это возможность работы с iOS-устройствами. Если в вашем устройстве есть разъём Type-C, поздравляю, вам повезло, вы можете просто проводом Type-C отсюда к вашему девайсу подключиться и вести запись и воспроизведение без каких-либо костылей. Всё питание, необходимое для работы, карточка будет брать прям по этому самому проводу. Если в вашем устройстве Lightning, ну, друзья, тут придётся поработать с костылём, знаменитым русским, ну и не только русским, как мы с вами видим, костылём в виде активного хаба, который нужно будет расположить между звуковой картой и вашим устройством. На самом деле мне очень интересно, и я бы хотел вам задать такой вопрос, небольшой интерактив, знаете, чтобы как-то поделиться своими мнениями. Вот используете ли вы какие-то мобильные устройства в связке, в паре с какими-то звуковыми картами для записи? Просто я таким не особо занимался, ну разве что для видео, ради эксперимента. И мне лично кажется, что намного удобнее всё записывать на компьютер. Но возможно, вы думаете по-другому, и мне просто интересно узнать, как много людей пользуются мобилками для записи музыки, проектов и тому подобных вещей. Вот не поленитесь прямо сейчас остановить это видео, и напишите в комментариях на YouTube, что вы думаете по этому поводу. Нам осталось провести финальный тест. Послушаем вокал через широкомембранный конденсаторный микрофон и гитару акустическую во всё тот же самый инструментальный вход на полевых транзисторах. Да, друзья, не пылевых, а полевых, как многие из вас замечают. Но таким умникам мне бы хотелось посоветовать ознакомиться с разделом фонетики, который звучит как редуцирование гласных в русском языке. Узнайте для себя много чего нового. Ну всё же вернёмся к тесту. Гитара, вокал, поехали! Заметает следы на продрогшей земле, заметает слова, что житала ты мне Заметает всё то, что с тобой звали мы бесконечной мечтою Не забывай меня Не забывай меня Пусть рядом с тобой сегодня другой Не забывай меня Не забывай меня Не забывай меня Плюшечки, которые идут в комплекте. Обрезанная версия Cubase для компьютера, обрезанная версия Cubase для телефона, это вполне стандартно. Конечно же набор бесплатных плагинов и виртуальных инструментов, которые помогут нам начать заниматься творчеством прямо, что называется, из коробки. Если серьёзно, об этом аудиоинтерфейсе. Да, здесь нету какого-то заоблачного количества каналов по входу, но они не всем нужны. Здесь нету нескольких независимых выходов под мониторы, но опять же, они не всем нужны. Это отличная карта для работы дома, для озвучек, для записей дикторского голоса, для стримов, опять же, причём музыкальных. Тут есть инструментальный вход, напоминаю, в который можно подключить не только гитару, электро и акустику, но, к примеру, бас, если вы любите ловать на басу. Качество комплектующих, это моё почтение. Это консоли Audient, как я уже сказал, так что тут лично у меня беспокойство никакого не появляется. Если вам нужно что-то с большим количеством каналов, то я крайне рекомендую присмотреться вот к чему-то подобному. Здесь уже у нас 10 каналов по входу, и обзор на эту карту, напомню, вы также сможете найти на нашем канале полноценный. Если вдруг что-то вам осталось непонятным за время всего обзора, то в описании к этому ролику на YouTube будет ссылка на переведённый, на полностью переведённое руководство по эксплуатации вот этой карточки. Оно на русском языке, заходите, смотрите, читайте. Ну и, конечно же, используйте вот эту самую штуку, если она вдруг попала к вам в руки, а я верю, что она попала к вам в руки, если вы смотрите это видео, на полную катушку. Друзья, это был канал Давай Запишем, здесь мы говорим о Pro Audio. Призываю вас в комментарии, напишите, что вы думаете об этой карте. Плюсы, минусы, стандартно, как всегда, чтобы добавили, чтобы наоборот убрали, если здесь что-то такое есть. Мне, например, не показалось, что тут есть что-то лишнее. Как-то так. Лайк, подписка, оставайтесь с нами. Впереди много нового интересного из мира Pro Audio. Ну а я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике! Субтитры сделал DimaTorzok А ну-ка, Лёшка, вылезай из-под стола! Ой-ой-ой-ой-ой, снимаешь, уже снимаешь, ничего себе! Зуб пошёл тоже, да? Дальше! Тебе что-то не нравится? Ты что, драться захотел? Просто! Ты как это? Ты как это? Субтитры сделал DimaTorzok